Субтитры создавал DimaTorzok Достаточно продуктивно провели этот сбор, сыграли с хорошими спаррингами, несмотря на то, что там и вроде коллективы физкультуры, но и Виктория, и Олимпия, достаточно хорошие коллективы, достойные там играют ребята, которые прошли школу и премьер-лиги. Поэтому спарринги получились неплохие, нам нужно было на этих сборах все-таки отработать, чтобы функциональное состояние ребят было у всех ровное. Так как показал там наш тесты, кардиолаб, то мы достаточно неплохо к этому подошли. И в игре с Горняком уже было видно, что там этот рисунок и команда хочет играть в высокий прессинг и быстрый комбинационный футбол. Что-то получается, что-то не получается, но опять-таки сборы мы под нагрузками. В последней игре удалось забить те моменты, которые у нас были, реализовали, хотя было достаточно моментов еще в первом тайме. Ну вот это наша на сборах наша болезнь, что мы создаем достаточно количества моментов, но пока не можем их реализовать. Хорошо это или плохо, это покажет сезон, поэтому все выигрывать на сборах тоже нельзя, хотя мы к этому стремимся. Так что пришел еще, нам нужен был центральный защитник, Веплек, Богдан, хорошее приобретение, молодой парень, который, я думаю, усилит нашу оборону. Так что по линиям уже команда практически собрана и укомплектована, так что достаточно неплохо. Так что будем ждать сезона, посмотрим. Только Богдана пока выделяете новичков? Ну почему Богдана? Бойко, опытный футболист уже, который был лидером в мире, очень много мячей забил, потом поехал в Армению. Тоже там достаточно успешно, ну то есть тот наконечник, который нам нужен. Да, сейчас он много имеет моментов на сборах, но пока реализовать не может. Но это потенциал, это мощь, это тот нападающий, который нам нужен был. Чередниченко крайний хав, техничный, быстрый, с хорошей передачей фланговой, с хорошим ударом. На всякий случай это чемпион Словакии, поэтому опять-таки молодой пацан, там 25 лет, то есть как раз в самом Псаку. Поэтому тоже, я думаю, что хорошее приобретение. Сорокин, опорный хав, Андреев, с хорошей передачей. Да, у него не все получается на данный момент, но человек обладает очень хорошей передачей. Это мы сейчас увидели в последней игре, то есть он хорошо вперед играет. И такой мобильный, тоже надеемся, что поможет. Малышкин, тоже молодой парень, 20 лет, универсальный игрок, может и крайнего защитника сыграть, может и центрального сыграть, может и крайнего полузащитника сыграть. Ну, прошел школу Динамо Киев, поэтому тоже, я думаю, что это хорошее приобретение. А чего вы ждете от старожилов команды? Корольков, Герасимец, Глазовой? Какая их функция такая, должны стать старшими братьями или на равных они с молодыми? Как у них будет процесс? У них процесс, это же все от них зависит. Они как дядьки в команде должны быть опытные футболисты. Вот они опытные футболисты, плюс Ваня Билый сюда, в эту когорту входит. Они опытные, они руководят на футбольном поле процессом. Они в быту руководят процессом, поэтому у нас достаточно хороший такой коллектив, сплав и молодости, и опыта. Поэтому Герасимец, он уже набирает форму все-таки тяжело ему, конечно, после того, как он там полтора года пропустил, вне футбола был. Сейчас неплохо смотрится в последней контрольной игре. И передачу сделал, и голевую, и острые моменты создавал. Ну, достаточно неплохо. Женя Лозовой, ну, это один из наших лидеров, поэтому мы на него надеемся, и что он будет вести команду за собой. Ну, и корольков забивали, да? Ну, Вовчик молодец. Ну, опять-таки, 34 года мы его там постепенно, чтобы там без больших нагрузок, то есть, ну, главное, чтобы он выходил там, вот сколько у него времени будет, чтобы он нам помогал. Вот это для него будет, я думаю, важно. Долгожданная ли была победа на сборах с Горняком все-таки хотелось, да? Ну, конечно, потому что, ну, опять-таки, тот проигрыш там с Олимпией, да, да, там, ну, команда, ну, практически два раза там перешла в центр поля, один раз ударила по воротам, забила, да. Хотя, ну, хорошая команда по людям, по тактически, знаете, обученная команда, то есть, грамотная. Да, поэтому нам, наверное, и тяжело было вскрыть их оборону, ну, хотя владели инициативой и там создавали, ну, моменты, но не получилось забить, да, там. С той же Викторией тоже, опять-таки, имели преимущество, там, создавали моменты, но не получилось забить. Ну, конечно же, хотелось и выиграть, наконец-то, и чтобы прорвало, забили бы на те моменты, которые у нас были, ну, с Горняком получилось, хотя, ну, достаточно равная игра. Ну, что еще не получалось, это, вот, двумя составами, практически, чтобы мы равноценно сыграли, там, первый тайм, второй тайм, то или первый тайм мы проваливали, или, там, второй тайм мы проваливали, поэтому. Ну, а с Горняком получилось все ровно, и первый тайм достаточно неплохо, особенно, там, первых 20-25 минут сыграли. Ну, и второй тайм достаточно неплохо сыграли. Как будет вестись работа на четвертом сборе? Уже перейдете ли с искусственного поля, или пока еще не готовы, да? Да, нет, я думаю, перейдем, уже пора, и такая погода стоит, что, я думаю, поле нас ждет, уже его укатали, и мы будем работать уже на зеленом покрытии.